Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Twist и это очередной Redstone Tutorial, в котором я вам, собственно говоря, покажу вот такую вот автоматическую комнату. То есть, вот такая вот у нас есть комната и такой вот дисплейк, точнее как пульт управления этой комнатой. Ну и перед началом скажу то, что я долго отсутствовал, я извиняюсь, у меня были все-таки проблемы, ну точнее как не проблема, а сильно учеба меня напрягала, поэтому я не мог записать даже ролики нормальные и смонтировать. Но сейчас у меня началась сессия, там я буду два раза в неделю роликов, это не будет, это точно, потому что у меня два раза в неделю экзамены, это будет продолжаться две недели, вот буквально я записываю во вторник и вот в среду у меня первый экзамен начинается, поэтому вы уж меня простите, поэтому такие вот, собственно говоря, дела. Но ролики, как только я сдаю сессию, ролики будут выходить в штатном режиме, то есть раз в два дня или в один, да, раз в два дня будут выходить ролики, будут выходить в штатном режиме и также у меня к вам будет такая вот, собственно говоря, предложение, точнее, вот так. Я раньше записывал Let's Play Magic World, можете посмотреть, перейти там по ссылочке в описании, я снимал раньше Let's Play Magic World, но карту я потерял, у меня есть сборка новая, уже готовая, там есть там Craft, Divine RPG, ну в общем, не важно, это я уже скажу, если я буду снимать его. И теперь перейдем к сути, я хочу начать снимать Let's Play Magic World, точнее продолжать, но мне нужно ваше одобрение, будете ли вы его смотреть и так далее, либо мне дальше пилить Redstone туториалы, это решать вам, поэтому, или, либо вообще снимать на ваниле, но Let's Play, в котором мы будем выживать и строить механизмы, то есть будем строить механический дом, это решать вам, поэтому пишите в комментариях свои предложения и так далее. Также, как только я сдаю сессию, будут выходить, как я уже сказал, ролики и будут также проводиться стримы, стримы будут проводиться вечером в основном, поэтому вот такие, собственно говоря, у нас дела. Итак, давайте перейдем уже к комнате, а то слишком долгое отступление я сделал. Мы попадаем вот в такую вот комнату, точнее не попадаем, а вот у нас есть такая вот комната, большая довольно-таки просторная комната, есть такой вот потолок интересный есть, и у нас пошел дождь. Я ненавижу дождь в Майнкрафте, поэтому Tagging Downfall нас спасет, вот так. Итак, мы попадаем и видим сразу пульт управления этой комнатой, и первое, что нам бросается в глаза, это вот эта вот кнопочка в средине, при нажатии на которую у нас включается свет. Давайте я, наверное, звуки сделаю потише, потому что это слишком громко будет, вот так. Как можете заметить, у нас включился вот такой вот свет. Ну и также у нас здесь есть 4 кнопки сверху и 6 кнопок снизу. Ну и давайте перейдем ко всем кнопкам. Нажимая на эту кнопочку и поворачиваясь сюда, у нас выдвигаются вот такие вот сундуки, и здесь мы можем складировать, допустим, взять какие-нибудь те же самые алмазы, наши любимые, правильно? И вот так вот это все дело складировать. И нажать на кнопочку, оно все у нас благополучно скроется. И при нажатии на повторную на кнопочку, оно у нас благополучно откроется. То есть вот у нас все алмазики сохранились. Нажимаем на кнопочку, и все у нас скрывается. Дальше у нас есть такой вот небольшой приятный бонус, я уже просто не знал, что сделать, поэтому сделал вот такую хреновину. То есть у нас здесь есть сундук с пластинками, и внизу стоит проигрыватель. Мы можем взять, поставить пластинку и слушать музыку в Майнкрафте. Так, давайте, как ее убрать? Так, давайте, вот. Ладно, ясно, понятно. Давайте вот я вообще, наверное, звуки музыки уберу. Музыкальные блоки, вот так. Все. Дальше давайте скроем вот это говно. Так, что у нас есть еще? У нас есть спальня. То есть при нажатии на кнопку у нас открывается такая комнатка, где мы можем, собственно говоря, поспать. Ну, так как сейчас у нас почти ночь, ну, мы пока спать не можем. Вот. Давайте нажмем и закроем это дело. Это мы уже перешли к нижней панели, вот этой вот правой части. Дальше при нажатии на эту кнопку, у меня сейчас будет дико лагать, наверное. У нас открывается вот такой вот столик зачарования. То есть просто вот такая вот дырка в полу, даже вот блок над столиком зачарования убирается, и открывается такой блок, где мы можем, допустим, зачаровать свой алмазный меч, да, на 30-й уровень. И у нас небесная кара. Он не зачаровался на небесную кару. Ну и также, естественно, при нажатии на кнопку он у нас скрывается. Давайте вот так. Он, конечно, пролагивает, потому что там слишком большой механизм. Дальше мне этот механизм просто заставляет. Я его пытался, ну, точнее, я его делал очень долго. Я думал, как его сделать. Ну, в итоге у меня получилось такой вот механизм. То есть при нажатии на кнопку у нас выпадают арморстенды с нашей броней. Мы можем взять любую броню. Допустим, возьмись, алмазная броня. Давайте. Ну, а что я не могу? Только ша... А, ну да. Вот так. Поставим. Давайте сразу ее. Взять, допустим, броню нашу алмазную. Одеться. Вот так. У меня здесь уже шлем есть. Одетый. И мы можем также это все дело скрыть. Вот так вот оно у нас скрывается вниз. Там срабатывает куча поршней. Оно все это... Все эти арморстенды передвигаются. И при нажатии еще раз на кнопочку, эти арморстенды опять падают сверху. Вот такой вот механизм. Тоже я его запихнул вот в эту комнату. Думал, как его сделать очень долго. Поэтому вот так и вот... Ну, получился вот такой вот механизм. Теперь переходим к левой части. Справа у нас все. Переходим к левой. Здесь у нас при нажатии на эту кнопку открывается портал в ад. То есть, такой вот скрытый портал в ад. И при нажатии на кнопку он у нас благополучно закрывается. Дальше у нас есть тоже такой приятный бонус. Тоже я не знал, что сделать. Но в итоге сделал это. То есть, такая вот комнатка. И давайте я, наверное, перейду в гейммод 0. Нажму на кнопочку. У нас дверька закрывается. И у нас как бы уровень... Уполняется опыт. Вот такая вот тоже комнатка. И при нажатии еще раз на кнопку. У нас все это... Все перестает действовать. И вот такой вот, собственно говоря, у нас механизм. Давайте тоже его закроем. И перейдем назад в геймод 1. Вот так. Теперь у нас здесь также есть верстак. Вот он. То есть, вот так вот. Он у нас такой в потолке. Вот так вот выдвигается. Довольно-таки красивенько. Я не знал, где его приделать. Я хотел, чтобы он полностью выдвигался. Но в итоге у меня ничего не получилось. И я решил забить на это все. И сделать вот такой вот верстачок. Довольно-таки, кстати, красиво смотрится. Поэтому давайте его тоже закроем. Вот. К вот этой комнатке я чуть позже вернусь. И здесь у нас также есть печка. Печка и наковальня. Печка самая обычная. Я не стал заморачиваться. Просто положил ресурсы и начал переплавлять. Это все дело. Ну, вы тут уже можете сами как угодно вам сделать. Если вам не нравится. Также здесь есть наковальня. Тоже ничего такого необычного. Просто небольшой такой тоже как бонус. И самое такое прикольное, что мне нравится. Это комната зелья варенья. Тут у нас стоит зелеварочная стойка. Тут у нас сундук, к которому приходит зелье. И, допустим, нам надо скрафтить какое-нибудь зелье. Давайте, я не знаю, что из этого получится, если сахар добавить. Ну, давайте лучше вот арбуз. Вот этот золотой. Нажимаем на кнопочку. Как вы можете увидеть, бутыльки зелья у нас пошли в нашу зелеварочную стойку. И мы можем посмотреть, что у нас сейчас добавилось адский нарост. Это основа для всего зелеварения. Для всех зелий это основа. И дальше у нас идет сверкающий арбуз. То есть, вот, вы можете заметить. И сейчас мы давайте чуть-чуть подождем. Я пока тут побегаю. Покажу вам еще, как выглядит вся эта комната. Комнату эту строил полностью я. Некоторые механизмы я взял, естественно, у американцев. То есть, вот этот вот механизм я взял, допустим, у американца. И также я, по-моему, зелеварочную тоже достойку взял идею у американца. А все остальное я, собственно говоря, делал сам. Ну, и вот у нас пришли лечебные зелья. Наверное, лечение. Или зелья стремительности. Ну, в общем, что-то из этого получается. Ну, зелья, они пришли. Давайте даже, наверное, может еще раз нажмем, чтобы вам показать. Ну, конечно, это будет долго. Ну, ладно. Давайте мы просто откроем пока все наши комнаты. И посмотрим, как комната выглядит со всеми открытыми комнатами. Давайте вот это откроем. Вот это. Возьмем арморстенды. Возьмем также вот это. Говно. Откроем так. Возьмем вот это. Вот это. И вот это. Ну, выглядит, собственно говоря, комната вот так. Как вы можете заметить, довольно-таки прикольно она выглядит. То есть, такая вот довольно-таки интересная комната у меня получилась. А ну, давайте посмотрим, что у нас там получилось с зельями. Пока еще нихрена у нас не получилось. А, ну вот, лечебное зелье. Можете заметить, там случайно один пузырек проходит. Ну, да, лечебное зелье оно у нас получается. Вот, как вы можете заметить. Ну, и один пузырек воды, он случайно проходит туда вот. но это я справить увы и ах не смог такс ну вот такая вот комната получается то есть мы можем также опять же это все дело закрыть то есть вот так сейчас вот так 5 открыл давайте вот вот так дальше можем закрыть верстак можем закрыть зелеварочную можем закрыть печку армор стендут мне нравится армор стенды как закрываются можем закрыть вот это дерьмо и вот это дерьмо так все это у нас закрылась и вот это у нас все убралось и получается такая просто чистая комнатка давайте уберем все ненужные вещи ну и давайте теперь перейдем к механизму механизм этой комнаты выглядит вот так он довольно таки большой он даже не а большом просто огромен особенно вот если вот эту вот часть смотреть это весь механизм того как армор стенды доставляться наверх снизу наверх то есть такой механизм довольно таки большой я долго парился как его сделать там игрался задержками задержками не получалось и это выглядит кстати очень прикольно давайте вот даже я вам покажу как это выглядит мне прямо доставляет эту тему давайте я тут репитер уберу вставлю кнопку так вот вот сюда так сейчас вот армор стенды они выпали и теперь давайте вот смотрите как они доставляются термор стенды раз там они папа 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 наверх и назад сюда то есть вот так вот они доставляются наверх мне про мультика что-то доставляет этот этот механизм если хотите в принципе если вы хотите то я могу сделать подробный туториал на вот эту часть механизма как как делается как ставить задержки как доставлять короче армор стенды наверх в принципе они даже человека вроде доставляют наверх давайте вот я проверю так да такой как небольшой лифтик он доставляет даже человек вашего вас короче можно доставить наверх причем на любую высоту вы можете сделать любую высоту это просто убирается вот это вот часть делал у нас закрывается вот это хреновина чипу под армор стендом чтобы он вниз не падал и вот эту толкающую часть в бок и можете дальше вверх строить ссылочку на карту я оставлю в описании к ролику надеюсь вам понравилось эта комната получилась она довольно таки классной по крайней мере мне так кажется ну а оценивать уже вам как я старался я строил эту комнату очень долго поскольку у меня лишь говорю были проблемы с учебой она дико мне напрягал а поэтому но все точнее в промежутках между учебой учением всяких всякой экономики прочего мракобесия я решил ну точнее строил вот такую вот комнату такой небольшой проектик извиняюсь за то что запинаюсь давно не снимал что-то поэтому как-то сноровка теряется комментировать все и прочее в общем такая вот комната у меня получилась ссылочка на карту будет в описании надеюсь она вам понравилась надеюсь вы оцените по достоинству эту комнату и также пишите в комментариях хотите ли вы во-первых от спать от меня и пишите свои предложения в комментарии какие рубрики мне открыть может я кстати неплохо строю в майнкрафте поэтому можно открыть какую-нибудь строительную рубрику где мы будем что-нибудь строить я не знаю вот поэтому пишите в комментариях я все читаю все беру на вооружение поэтому пишите комментариях все что вам придет в голову а именно по поводу идей что можно записывать и так далее связанные с майнкрафтом ну редстоун туториал будет естественно выходить стандартно то есть два раза точнее раз в два дня будет выходить рестаун туториалом либо через день будут выходить то есть вот сегодня записывали допустим всего точнее сегодня я вложу завтра я ничего не вылаживаю и вот в четверг вылаживать следующий выпуск рестаун туториал поэтому можно сделать даже так ну в общем это уже решить вам читаем много говорю слов в общем это уже решать вам чё да как ну я на этом думаю закончу всем спасибо за просмотр данного ролика подписывайтесь на канал ставьте лайки ну а с вами был твист и вот это вот довольно таки классная комната всем удачи всем пока